Спустя 23 года награды нашли своих героев. 36 медалей за отвагу и 7 орденов Леона были вручены ветеранам села Кынденг. Все они сражались в различных батальонах, принимали участие в наступлениях, были на передовых позициях. У каждого из них своя история. Безусловно, всех их можно назвать героями. Они не жалели ни сил, ни жизни ради Родины. Семь медалей были присвоены героям посмертно. Награды были переданы их семьям. А тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, здесь вспоминали с особой теплотой. Родители и дети не могли сдержать слез. Боль от потери родных до сих пор не утихла. А в памяти ветеранов свежи воспоминания. Я 17-го числа практически начал воевать. Минировали мины, потому что у нас ничего не было. Оружия не было, ничего не было. Но пришлось как-то защищаться, приходилось как-то защищаться. Поэтому привозили взрывчатку из Кварчала, заправляли баллонами, газовые баллоны заправляли. И так взрывчатку делали, взрывпакеты. Виталий Кьют с первых дней войны принимал участие в боевых действиях. Он вместе со своими товарищами воевал в батальоне «Дамаск». Сегодня он награжден медалью за отвагу. Вспоминать о войне не любит. Говорит, не зажили еще старые раны. Но тем не менее он рассказал эпизоды из войны, который ему особенно запомнился. Очень большая операция была, когда мы у моста находились, где сейчас тепличные хозяйства находятся. На той стороне мы за дорогой были. Половина наших ребят из бригады находились на этой стороне. И огромная колонна шла. Там в лице БМПшек и Карусов и все. У нас друг-товарищ Амиран Хаджинбе есть. Он взял, подбил эту колонну с гранатомета. И очень много их погибло тогда. Наши ребята, даже когда в Роси уже почти чуть ли не уходили, ребята некоторые и в воде сидели, и в воде находились, потому что у них сильная подмога была. Вечером еле-еле друг друга, как говорится, собрали. Все. Один из наших ребят Гоги после войны, он погиб в Сухуми. Он даже под капот залез, валялся капот. Он под капот залез и спрятался там. По нему даже грузины ходили и даже не заметили его. В мероприятии приняли участие и школьники. Они также возложили цветы к памятнику и рассказали стихи о войне. Село Кындык, где во время войны шли ожесточенные бои, славится своими героями. Много выходцев из села сложили свои головы ради освобождения Родины. Многие ветераны получили свои награды спустя много лет. Но они признаются, для них тогда самым главным было одержать победу. Царьес Мэр Тимур Куглохия, Абхазское телевидение.